А благодаря платным подписчикам я могу продолжать создавать для вас крутые видосы, так что и вы можете поддержать меня на Boosty, ссылочка есть в описании. Спасибо за любую вашу поддержку. PlayStation Portable это легендарная портативка, для которой вышло тонна крутых игр разных жанров, от гонок и платформеров до слэшеров и RPG. Но вот один жанр игр так особо и не прижился на этой платформе, и я сейчас говорю про наши любимые стратегии. И это неудивительно, ведь жанр отлично чувствует себя на компьютерах, но никак не на консолях. И все же на PSP были стратегии, и данным топом я хочу выделить десятку лучших представителей этого жанра. Так что присаживайтесь поудобнее, прожмите этому видео лайк и смахните пыль со старушки PSP. А мы начинаем! И начать видео хотелось бы с пошаговой стратегии Field Commander, которая сделана очень качественно и наследует идеи, заложенная еще в культовой серии игр Advance Wars. Это пошаговая стратегия про войну международной военной организации против преступной военной группировки Нация Тени. И по части сюжета игра слишком проста. Да, тут есть персонажи и даже какие-то диалоги, но следить за ними не особо интересно. Гораздо интереснее в игру именно играть. Геймплей здесь классический для такого рода игр. Вы передвигаете своих солдат и технику на поле боя. Захватываете города, чтобы получать больше денег, на которые потом и строятся новые войска на заводах. То же самое будет делать и ваш противник. Юниты в игре вполне себе стандартные, но выглядят они просто превосходно на PSP. Это и обычные солдаты, которые и производят захват городов, и танки с БТРами, и даже всякая авиация. Когда войска начинают бой, камера принимает удобный для рассмотрения ракурс. И благодаря этому создается динамика в такой неспешной игре. Помимо сюжетной кампании, в игре есть еще и режим сражения с ботами, где можно просто карту выбрать и всякие там условия изменить. Ну и даже вы можете создавать собственные карты. И во времена выхода игры, ими можно было даже делиться с друзьями по интернету. Короче, Field Commander это отличная стратегия для вашей портативной приставки. Она наглядно показывает, что и для PSP можно делать крутые стратегические игры. Говоря про крутые стратегии на PSP, не могу не упомянуть одну из моих самых любимых игр по вселенной Warhammer 40 000. Она называется Squad Command. Это пошагово-тактическая стратегия про орден бравых ультрамаринов, которые ведут вечную войну против заклятого врага, Хаоса, на далекой планете Рур-3. Да, сюжет здесь тоже играет не самую главную роль, но это нормально для игр по вселенной Warhammer. Геймплей. Вот за что стоит любить эту игру. Ведь перед нами очень качественная тактика, где вы управляете ультрамаринами, от скаутов и самих космодесантников, до танков-хищник и могучих дредноутов. И ваша цель очень проста. Уничтожить как можно больше хаоситов. Причем уровни радуют своим разнообразием. Тут вам и городские массивы, и пустыни, и даже засниженные части планеты. Что до самого игрового процесса, то он здесь немного необычен. Передвижения юнитов свободные, а не по секциям, как в том же XCOM'е. А стрельба по противникам зависит от того, сколько вы готовы потратить очков действия на выстрел. Чем больше очков потратите, тем точнее будет выстрел. Причем каждое оружие требует разное количество очков для точной стрельбы. Поэтому перед каждой миссией нужно грамотно выбирать снаряжение. И выбирать, каким будет ваш отряд. Мобильным или медленным и смертоносным. Кроме сюжета, в игре есть еще и режим мультиплеера, в который сейчас по понятным причинам уже не сыграть. Но думаю, в то время это было круто. Подведя итог, скажу, что это очень качественная игра по вселенной Вархаммера. Если вы про нее не слышали, то очень советую заценить. Хотя бы на эмуляторе. Особенно, если вам нравится вселенная Вархаммер 40 тысяч. Из разряда Tower Defense игр мне больше всего понравилась Savage Moon The Gera Campaign. Это, как я понял, портативная версия оригинальной Savage Moon для PS3. Которая абсолютно такая же. Различие только в упрощенной графике. Здесь вы играете за оборонную компанию, которая должна защищать шахтерские поселения людей на всяких таких вот астероидах от злобных инсектоидов. Которые, наверное, и проснулись от шахтерской деятельности. В компании вы будете проходить различные уровни, которые выглядят очень похоже, но отличаются только лишь структурой и открытыми башнями. И это большая печать для меня. Хотелось бы устроить сражения и на ледяных астероидах, или там, например, лавовых. Но, увы. И вот, защищать комплекс вы будете различными башнями. От обычных пулеметов и установок ПВО, до артиллерии и башен поддержки. Которые еще и можно прокачивать. Делая башни еще более смертоноснее и дальнобойнее. Но самая главная фишка игры это возможность строить что башни, что заграждения, прямо на пути следования врага. И таким образом создавать коридоры смерти. Направляя толпы инсектоидов по одному смертоносному пути. Но вот враги не настолько уж и тупые, чтобы всегда плясать под вашу дудку. Здесь есть разные типы врагов. От обычных личинок и летунов, до сверхбыстрых жуков и стреляющих тараканов. Которые как раз таки ваши башни и разберут на кирпичики. Чтобы помочь вашим башням в бою, есть еще и командирские приказы. Они могут как урон башням поднять, так и повысить доход. Если срочно нужны деньги для улучшений и новых башен. В общем, Savage Moon на PSP это отличная tower defense игра. Которая меня увлекла на многие часы. Так что и вам ее настоятельно рекомендую. Она хороша. Чуть ли не единственным на сегодня представителем жанра артиллерия. Сегодня является серия игр Worms. И на PSP выходило 2 или 3 части этой серии. Но мне больше всего запомнилось и понравилось Open Warfare 2. Которая максимально похожа на легендарную Armageddon. Здесь есть кампания, в которой вы будете проходить различные миссии. Управляя вашими не очень умными червяками. И миссии довольно разнообразны. Не только внешним видом уровней, но и условиями. Ведь в одних нужно просто уничтожить команду врага, а в других сражаться определенным набором оружия. И так далее. За прохождение миссии вам будут начисляться монетки. Местная валюта. Которые можно тратить в магазине. Где можно и одежду для червей прикупить. Для кастомизации. Которая здесь естественно присутствует. От шапок до гробов. И даже можно купить бонусные уровни в компании. Также здесь есть и режим головоломки. В котором нужно проходить челленджи, убивая червей врага. Собирать коробки или добраться до определенной точки на карте. Ну и есть режим атаки на время. Собственно нужно пройти уровень на время. Также в игре был и мультиплеер. Который обязателен каждой части серии Worms. И наверное было очень круто играть в Worms на PSP по сети. В целом скажу, что игра очень хороша. Это те самые червячки, но на PSP. В ней куча контента, веселья и тонна взрывов. Так что настоятельно рекомендую с ней ознакомиться. Если еще не. Ну и этот топ я бы не выпустил без моего фаворита. Valkyria Chronicles 3. Которую я кстати полностью прошел у нас на канале. Это пошагово тактическая стратегия. Совмещенная с визуальной новеллой. Где в мире игры идет жестокая война. Между Галлией и Империей. В которой рассказывается история одного отряда штрафбатников. В Галлии. За которых вы и будете играть. И следить за развитием персонажей очень интересно. Ведь под вашим управлением по сути преступники. Которые нарушили закон или ослушались приказа. Но по прохождению игры вы узнаете. Что почти все члены отряда. Не такие уж и негодяи. А совершить преступление их заставил случай. Или жизненная ситуация. И персонажи вкупе с историей. Это чуть ли не лучший аспект в игре. Но тут еще есть и отличный тактический геймплей. Ведь проходя миссии в кампании. Которые очень разнообразны. Вы будете управлять бойцами в пошаговом режиме. Стараясь выполнить цель ограниченными силами. Ведь вы не регулярная армия. А ресурсы сильно ограничены. И сражения в игре очень зрелищны. Ведь пока вы передвигаете солдата по полю боя. Его легко могут подстрелить. Поэтому нужно пользоваться укрытиями. Прятаться в траве. Или пользоваться приказами командира. За очки действия отряда. Также в игре есть и различная техника. От танков и БТРов. До всяких стационарных турелей. Между боями вам позволено заниматься прокачкой своих бойцов. Улучшением их экипировки. Ну и можно просто поболтать. В целом, хочу сказать, что Валькирия Хрониклс 3. Это та игра, которая произвела на меня большое впечатление. В ней отличная графика и визуальный стиль. Запоминающаяся музыка. Непростой тактический геймплей. А история выдавливает слезы и улыбки радости. Очень советую игру всем любителям хороших тактических стратегий. И отличных историй в них. А вот про Scarface, Money, Power и Respect я многого рассказать не могу. Да, это игра по фильму «Лицо со шрамом». И тут даже вам будут показывать фрагменты из самого фильма. Так что можно сказать, что игра полностью сюжетом повторяет его. Ну с небольшими вольностями. А геймплейно это внезапно глобальная стратегия. С пошаговыми действиями, разделенными на всякие фазы. В игре вы будете строить свою преступную империю, сражаясь за территории, сбагривая наркоту и договариваясь с другими картелями. Сюжетная кампания разбита на миссии, в которых нужно выполнять разные условия. Где-то захватить определенную территорию, где-то продержаться энное количество ходов, а где-то построить определенные бизнесы. И сам геймплей, как я сказал, делится на фазы. Первая. Постройка зданий на своих территориях. Выбираете, что построить. Лабораторию по производству веществ или, например, всякие склады. Вторая фаза. Боевая. Тут вы нанимаете бойцов как для защиты, так и для атаки. И проводите рейды на соседней территории. Если атака успешна, новая территория ваша. Если нет, то просто теряете солдат и пробуете еще раз. Плюс, во время боев можно пользоваться всякими способностями. Ну, как, например, вызвать подкрепление или заказать снайпера, который сильно поможет вам в бою. На третьей фазе вы продаете в выгодных местах наркоту, и цикл начинается по новой. Также в игре был и мультиплеер, и даже не знаю, было ли весело в нем или нет, но это не так уж и важно. Ведь игра хоть и средненькая, но меня лично увлекла на пару вечеров. Она сделана компетентно, и геймплей очень прост в освоении. Так что, если хотели чего-то необычного, да еще и по вселенной лица со шрамом, эта игра может подарить такой опыт. Pixel Junk Monster Deluxe стала для меня небольшим открытием. Ведь до начала создания этого видео я про нее даже и не знал, и никогда не играл на своей PSP. Это просто умилительная своим визуалом и атмосферой Tower Defense игра, с глубоким геймплеем и непростыми уровнями. Как я понял, какого-то прям глобального сюжета здесь нет. Просто вы в роли шамана строите башни, чтобы защитить лесной народ от нашествия кучи врагов. И кстати, врагов тут реально много, и они разных типов. Обычные паучки, летающие и всякие там бронированные. Да еще тут есть и боссы. Ну и башен набор тоже вполне себе классический. От обычных быстро стреляющих арбалетов и гаубиц до ледяных башен замедления и зениток, которые пригодятся против летунов. Каждую башню можно улучшать за выпадающие из врагов зеленые изумруды. И они станут мощнее, дальнобойнее, ну и так далее. Ну и как вы заметили, главная фишка игры это то, что вы лично управляете шаманом. Собираете монеты на уровне, за которые потом строите башни в местах, где растут деревья. И стараетесь не напороться на врагов, ведь тогда вы потеряете все монеты. Плюс в игру можно было играть и вдвоем, проходя уровни в кооперативе. Что, думаю, добавляло игре веселье. В целом, хочу сказать, что игра хоть и мега простая и умиротворительная, некоторые уровни в компании могут заставить вас попотеть. Да и в кооперативе я бы с радостью в эту игру прошел. Ну да ладно, давайте переходить к следующим играм в этом топе. И в рамках этого топа не могу не рассказать про такую игру, которая отлично смешала в себе и РПГ, и пошаговую тактику под названием Жанна Дарк. И хоть игра про Жанну Дарк и исторические события, в которых она принимала участие, в игре история и события берутся лишь за основу. Ведь сюжет здесь абсолютно свой и выполнен в фэнтези-сеттинге. Со всякой там магией, странными существами и божественными сущностями. Вы здесь, как уже ясно из названия, будете играть за полководца Жанну Дарк, которая ведет людей на войну с демонами. По ходу путешествия она будет встречать разных персонажей, которые будут присоединяться к отряду в поисках магических браслетов, с помощью которых можно и одолеть армию зла. Геймплей на перед нами классическая пошаговая ролевая тактика, в которой вы управляете героями на поле боя, атакуйте противников, применяйте способности героев и выполняйте задачи миссии. Но у игры есть еще и ряд особенностей, как например общая защита. Если ваши юниты стоят близко друг к другу, их защита будет увеличена. Также у каждого персонажа есть три характеристики. Солнце, луна и звезды, которые работают как местная камень-ножницы-бумага. И это очень важный элемент в игре, так как бои не самые простые. Ну и не могу не упомянуть графику и музыку. Они выполнены просто великолепно, и на PSP игра смотрится отлично, несмотря на низкое разрешение экрана. Все локации яркие, сочные, а звуки и музыка по-фэнтезийному загадочны. Ну и анимешные вставки тоже круто сделаны. Такое чувство, будто сериал смотришь, а не в игру играешь. Они отлично работают на погружение игрока в историю и мир игры. Я очень жалею, что познакомился с этой игрой только когда начал подготовку к этому видео. Очень уж она меня затянула и подарила массу приятных впечатлений. Советую игру всем без исключения. Если вы любите вселенную Властелина Колец, то просто обязаны попробовать эту тактическую стратегию для PSP, которая была выпущена спустя полтора года после выхода в свет эпичной кинотрилогии Питера Джексона. И сюжет игры, естественно, повторяет события из кинотрилогии. Вы также будете управлять знакомыми героями. Фродо, Сэмом, Арагорном, Гендальфом, Леголасом, Гимли и другими. И ваш путь будет протекать через все узнаваемые по фильмам локации. От подземелий морей до черных врат. Геймплей в игре вполне стандартен для пошаговых тактик. Вы передвигаете ваших юнитов на карте, а затем атакуете врагов. Применяете всякие способности и так далее. Причем враги будут делать то же самое. Во время сражений ваши подопечные получают опыт и золотишко. И по достижению новых уровней они улучшают свои характеристики. А вот золото нужно для покупки расходников. Всяких там аптечек и усилялок. Сами задания вполне разнообразны. В одних вы удерживаете точку определенное количество ходов. В других проводите определенного персонажа в указанное место. Ну и так далее. Но самая главная фишка игры это возможность пройти кампанию за силы зла. Да, как в Властелине колец в битве за Средиземье. И тут вы можете вдоволь порезвиться, уничтожая элифов, хоббитов и людишек пачками. Но кампания немного сложнее, чем за силы добра. Так что ее я советую проходить после кампании добра. Подведя итог скажу, что игра очень добротная. Графика приятная. Музыка из фильмов все еще атмосферная. Но вот бои немножко ощущаются вязко. Возможно я к ним так и не привык за время прохождения. Не знаю. Но по итогу все же игру рекомендую. Она очень хороша. И закончим видео очень залипательной Тауэр Дефенс игрой. Филдранерс. В которую я впервые поиграл еще на своем мобильном кнопочном телефоне. Sony Ericsson K550i. Это классическая ТДшка, в которой вы строите башни четырех типов. Пулеметы, ракетницы, Тесла башни и слизневые замедлялки. И старайтесь сдержать огромный натиск противников от рядовых солдат и вертолетов до танков и всяких бронемашин. Но это только поначалу. Ведь по прохождению уровней вам и башни новые откроют, и более мощные враги появятся. И здесь очень важно выстраивать коридоры из башен, чтобы создать нужную траекторию пути и максимально эффективно справляться с волнами. Иначе долго вы не протянете, даже на легкой сложности. Отдельно хочу упомянуть визуал и музыку. Они сделаны простенько, но вполне привлекательно. А вот уровней в игре всего пять. И они сильно друг от друга отличаются не только внешне, но и своим строением и подходом к игре. Если первый уровень Grasslands это просто открытая локация, то вот уже второй уровень Crossroads предложит локацию, где на вас будут нападать уже с двух сторон. А уровень Skyway имеет разные проходы, ну и так далее. Причем каждый уровень можно пройти несколько раз. В режиме классики на сто волн, режим продвинутый с новыми башнями и врагами, и режим бесконечной игры, где вы выживаете сколько захотите. Короче, это невероятно простая на первый взгляд игра, которая имеет глубокий геймплей и неплохое разнообразие. Часами напролет залипал в нее на своим кнопочном телефоне. И теперь не могу оторваться на PSP. Советую ее всем, как эталонную Tower Defense игру. Ну вот такой получился у меня топ стратегии для старушки PlayStation Portable. Надеюсь, этим видео я сподвиг вас вспомнить про эту легендарную приставку, и возможно вы скачаете парочку крутых игр для нее, чтобы поностальгировать. А на этом у меня все. У микрофона был мистер Чейзер. Подписывайтесь на канал, вжимайте колокольчик, ставьте лайки, и пишите комментарии. Всем удачных игр, и еще увидимся на нашем канале. Всем пока!